Я всех приветствую, всем хорошей недели, хорошего дня. Глава Бухокатай начинается словами «Если в законах моих будете ходить, и заповеди мои будете соблюдать и исполнять их». И в который раз мы видим, что Всевышний требует как раз того, что не очень-то нравится человеку. Каких-то правил, ограничений, каких-то соблюдений. И эти правила, ограничения являются его правилами. Он пишет «По моим законам будете ходить, и мои заповеди соблюдать и исполнять их». Когда мы спрашиваем человека, что такое все-таки свобода, обычно мы слышим довольно-таки однозначный ответ. Свобода – это я делаю то, что я хочу, когда захочу, что захочу. И в этом выражении, объясняющем, что есть свобода со стороны большинства людей, звучит «я, я, я». Именно то, что я хочу, следуя своему настроению, желаниям и многим другим факторам. Но если умный, думающий человек посмотрит на окружающий мир, и буквально все, что существует в мире, существует по каким-то правилам. Ну, для примера, возьмем, к примеру, существование бизнеса, какого-то успешного, какой-то организации. Там есть свод правил, по которым действуют все участники, и владельцы, и которые работают там. И если человек находится в рамках этих правил, все у него будет хорошо. Если он выходит за рамки правил, то будет возникать какая-то проблема. Возьмем более другой пример, вообще такой вот очень маленький. Это настольная игра. Она имеет тоже свои правила. Если человек играет с другим человеком, и они следуют этим правилам, то все прекрасно, получится очень правильная коммуникация, приводящая к какому-то результату, к развитию, к общению и так дальше. Но если один игрок играет по своим правилам, либо пытается как-то обмануть второго игрока, то, скорее всего, придет тот момент, когда никакой коммуникации не будет, а наоборот будет стоп и полное закрытие. Так получается, что свобода – это и есть правило. Но эти правила должны быть, извините за тавтологию, правильными правилами. И по-другому можно сказать, если к миру, то они должны быть истинными правилами. И истина есть только одна. Это та, которую дает создатель этого мира. Потому что любая другая, скажем, правда, человеческая правда, она имеет отголосок вот этого «я», про которого я говорил. «Я, я, я, я так считаю». Но мы как видим, что очень часто, когда человек говорит «я так считаю», начинает так делать, это может вылиться в какую-то большую ошибку. Ситуация, которая есть в Украине, пожалуйста, вам налицо. Но мы вернемся все-таки к законам Всевышнего. Потому что это действительно единственная истина, которая этот мир сотворила, которая этот мир сохраняет и которая позволяет этому миру раскрыться, развиваться. Развиваться так, как хочет Всевышний. Для того, чтобы каждый из нас был счастлив и реализовался. И законы Всевышнего, они делятся на, ну, я скажу сегодня, вот о двух основных категориях. Это Мишпатим и Хуким. Мишпатим – это заповеди, которые очень хорошо логически объясняются. Не укради, не убей, не прерыводействуй и так далее. А заповеди Хуким – это те заповеди, которые человек не может логически объяснить. Ну, еврейская заповедь – это одевание, отфелин. Мы не знаем, зачем мы его одеваем. Либо Шаатнес – это смесь нитей, запрет смеси нитей, шести и льна. Либо заповедь о красной корове. Мы ее будем изучать в дальнейшем нашем продвижении по урокам Торы. И получается, что человек очень хорошо, когда объясняет себе что-то, он говорит, да, это я буду делать. А то, что ему непонятно, он говорит, это я не буду делать. Так вот, начало нашей главы показывает то, как говорят мудлецы, что вот и логически объяснимые заповеди, и нелогические, которые человек не может понять, они обязательны для исполнения. Человек не должен выбирать и находить какое-то преимущество у того, что он все-таки вот это понимает. Да, двигаться на этом пути, стараться понять эти заповеди, раскрыть – это все очень прекрасно. Но надо понимать, что это все заповеди Бога Живого, который создал этот мир. И очень часто человек, когда говорит, что все очень понятно ему, на деле получается непонятно. Написано, нельзя как бы убивать. Есть много частностей, что когда защищаешь свою жизнь, можно убивать. И мы видим, опять же, я привожу пример, ситуацию Украины. Нельзя брать, нападать на другое государство. Но почему-то одни люди берут в руки оружие и приходят и убивают других людей. Так все же понятно. Человеку уже все это логически объяснимо. Оказывается, далеко непонятно. Почему? Потому что опять человек включает свое «я», свое объяснение. И вот это является корнем всех проблем. Вот то объяснение свободы, о котором я говорил в начале. Свобода – это то, что я хочу, то и делаю. Вот не совсем так. А точнее, совсем не так. И здесь в начале главы сказано о трех уровнях. Если в законах моих будете ходить, их соблюдать и исполнять их. Получается, у нас есть три уровня. И у человека в любом его развитии тоже есть эти три уровня. Первый уровень – это, естественно, когда человек получает какую-то информацию, принимает ее. Второй уровень – когда он об этой информации говорит и начинает исполнять. Это где-то уже очень два близких уровня – речь и действие. Потому что речь уже является действием. И здесь Всевышний в начале этой главы как раз и хочет, чтобы человек не только познавал Тору, не только знал какие-то заповеди. Знание Торы – это прекрасно. Но у нас мир действия. Он требует выполнения. Поэтому Всевышний говорит – соблюдал их и исполнял их. А первая строчка, когда говоришь «по законам моим будете ходить», эта строчка, как говорят комментаторы Торы, показывает, что требуется постоянное изучение Торы. Нужно быть постоянным, включенным в этот процесс. Только тогда придет развитие и понимание. И сами эти слова можно еще глубже раскрыть. Вот если человек изучает Тору, и он для этого выделяет какое-то время, это уже хорошо. Но по законам моим будете ходить, буквально вот каждый шаг, человеческий шаг, он может быть наполнен Торой. Человек находится вместе со Всевышним не только в тот момент, когда он молится, либо когда он читает какую-то святую книгу. Человек находится со Всевышним всегда в его жизни. Но, к сожалению, мы об этом забываем. Вот здесь эти слова говорят о том, что нужно довести уровень законам Всевышнего, их понимания, соблюдения, что ты будешь жить этой жизнью постоянно. Не важно, ты гуляешь просто в парке, идешь на работу, занимаешься какими-то делами. Ты можешь в этот момент ходить по законам Всевышнего. Это то, что он как раз хочет. Реба, комментируя начало нашей главы, говорит, что есть два вида написания Торы. Это написание на пергаменте и высечение. Написание на пергаменте, есть два момента. Это сам пергамент и буквы, которые наносятся. А высечение, это как скрижали, когда вроде бы ничего другого нету, есть один предмет, и буквы становятся тотально целыми с этим предметом. Но в скрижалях буквы были вырезаны, и это было чудом. Они читались с двух сторон, и сельцевина буквы мэм и самах не выпадали. И Реба говорит, что это два вида постижения Торы. Когда человек изучает Тору, для этого у него есть время, но есть какая-то жизнь, которая вот все еще не касается этой Торы, где происходит какой-то разрыв. А что такое высечение? Когда Тора становится частью тебя. Когда ты не можешь просто без Торы, и вся жизнь наполнена Торой. Честно говоря, и весь мир создан только ради этого, для того, чтобы мы раскрыли Творца. И вот есть у нас два направления, человек должен стремиться к тому, чтобы это состояние, состояние понимания этих законов, понимания того, что Творец хочет от тебя, присутствовало с тобой постоянно, весь день и всю твою жизнь. Знаете, как люди занимаются иногда какими-то там практиками, медитациями, да, вот он в какой-то момент пытается успокоиться, помедитировать, да, а потом начинается другая жизнь. И где он уже спокойно может себе позволить и понервничать, либо сделать что-то там не так, скандал какой-то устроить. Для чего? Чтобы потом прийти вечером домой и опять помедитировать, как бы и успокоиться. Вот путь Торы совершенно другой. Монотеизм, иудаизм, их идея это то, что Творец должен присутствовать с человеком всегда. И вот то, что хочет Творец от человека, а самое главное, мы знаем правила Торы, это возлюби ближнего своего, как самого себя, чтобы оно присутствовало с тобой постоянно. Ближний это и ты, и тот, кто рядом с тобой. Но другими словами, вот это состояние гармонии, состояние раскрытия, оно должно присутствовать всегда, в каждую секунду. Вот целый день, а не так, что какой-то есть отрывок для, ты спокоен, ты очень правильный человек, а дальше вот тебя понесла какая-то буря. Смотрите, к сожалению, мы вот такие, мы не идеальные, но человек, который работает над собой, он шаг за шагом приближается к этому состоянию. Я описал эти два состояния как вот примеры. Одно идеальное, а одно такое, от которого надо избавиться. Поэтому ничего плохого нету, если человек находится на том уровне, где он понимает, что здесь есть то, с чем нужно бороться, здесь есть недостаток. Это уже самый, честно говоря, главный первый шаг, когда человек понимает, что ему надо измениться. Потому что пока человека устраивает его состояние, никаких изменений не произойдут у человека. Первое слово, которое начинает нашу главу, это «если». Если по законам моим будете ходить. Получается, Всевышний здесь все-таки показывает какую-то двойственность. Пожалуйста, вот есть выбор у человека. Если будешь делать так, как я хочу, и далее следует довольно-таки красивый ряд благословений, воодушевляющих, классных. А после этого написано, если ты не будешь соблюдать эти все заповеди, если ты будешь противиться этому, будешь идти по тому пути, по которому ты лично хочешь, то далее следует проклятие. Эти проклятия, конечно, такие довольно-таки страшные. Кто не читал главу, пожалуйста, прочитайте. И хочется их быстрее прочитать. У нас есть как будто выбор. Всевышний говорит, ну вот так, я создал таким мир. А ты уже выбирай сторону, по которой ты будешь двигаться. Самое главное, чтобы человек извлекал уроки из того, что происходит в его жизни, и хорошего, и плохого. Проклятия, которые описаны в нашей главе, некоторые из них уже произошли. Ну, к примеру, мы возьмем Холокост, катастрофу, которая была во времена нацизма. И то, что происходит сейчас в Украине, это тоже проклятие, вот как раз, которое описано в нашей главе. И природа человека такова, как пишет Штензаль, что когда он видит что-то там плохое, и начинает в этом разбираться, анализировать, он с легкостью приходит к выводу, я знаю, почему это произошло, виноват такой-то, то-то, вот из-за этого это произошло. Человек как бы отдаляется от этого. И совершенно наоборот, когда происходит что-то хорошее, то и человек где-то был рядом, причастен, он говорит, да, да, это я, вот из-за меня я в этом участвовал. Другие пытались там, ну, хоть бы не мешали, и слава Богу. Человек с легкостью берет вот эту награду себе. Такова природа вот нас, людей, людей, которые живут в материальном мире. И для того, чтобы привести себя к правильному анализу, надо сначала эти инструменты как-то принять. И вот Всевышний дает нам эти инструменты. Он говорит, прими веру и понимание того, что я создал этот мир, а если я создал, есть законы этого мира. Если происходит что-то плохое, смотри на это плохое сквозь призму моих законов. И на хорошее тоже смотри сквозь призму моих законов. Большая половина бед человеком вообще бы не случилась, если бы человек принял вот веру и начал бы изучать то, что хочет создатель этого мира от человека. Вообще бы не было этого плохого. Здесь, в принципе, Всевышний пишет, даже если человек будет все это нарушать, нарушать, и он говорит потом за еврейский народ Бога, говорит, я в любом случае их приму, я в любом случае от них не отхожусь. Они будут моим народом. Всевышний обещает в любом случае раскрытие и приход к чему-то правильному. А это зависит теперь от человека, будет человек в этом принимать участие, либо нет. Либо он будет делать молитву, изучать Тору, пытаться общаться с тугими людьми, следовать этому. Либо человек будет идти своей жизнью, я, 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 я так считаю, и следовать только лишь за своими мыслями и за своими решениями. Мне пришла на ум история, которая, ну она была вот со мной, я когда учился, у меня был товарищ Александр, и мы очень с ним дружили, вот очень. Ну и как-то так случилось, жизнь там раскидала всех, прошло там много лет, и я подумал, я же могу, ну был способ его найти. Я думаю, найду, наверное, спрошу, как у него дела и так дальше. И я попытался найти, и я нашел, нашел, но мне сказали, что он умер, и умер от наркотиков. Я был такой, как бы, в легком шоке. Знаете, когда человек всегда в шоке, он может тогда прочувствовать то, что касается его лично. Я вот помню его, помню, как мы проводили время, там, как мы гуляли, как мы бухали, извините за мой английский, да. Но не было наркотиков, откуда они как бы взялись. И я, как имея такую хорошую фантазию, я себе вот такую ситуацию нарисовал, что мы сидим с ним разговариваем, а я ему говорю, послушай, Александр, вот я тебе говорю, что через, там, 15-20 лет ты умрешь. И умрешь от наркотиков. Вот повлияло ли это, повлияло ли это бы на него, и он бы изменил, как бы, свою жизнь, и это бы не произошло. Или бы это было просто пустыми словами. Но если взять вот именно то, что я как бы рассказал, это же правда, он действительно покинул этот мир из-за этой ошибки, из-за того, что стал наркоманом. И если он бы тогда, когда я ему, если бы, сказал бы эти слова, что ты умрешь, если ты, вот придет момент, и совершишь эту ошибку, если бы он их как-то принял, то, скорее всего, он бы не совершил бы эту ошибку, но в это нужно поверить. Так Всевышний нам показывает здесь, в своей торе. Он показывает всю жизнь полностью в развернутом виде. Ведь тора нам показывает весь процесс от сотворения мира до прихода Машеха. Человек может увидеть, как он будет жить, если он будет жить по законам Всевышнего, ходить по его законам, соблюдать и исполнять эти законы. Либо когда человек будет действовать сам, так, как он хочет. И в этом и есть большая трудность, вот поверить. Поверить в то, что иногда какие-то человеческие действия, они неправильные, они приводят вот к чему-то плохому. Как здесь эти проклятия. Но Всевышний говорит, эти проклятия, да, часть из них уже, мы знаем, произошли. Часть, к сожалению, происходят сейчас. Но в наших силах сделать то, чтобы они не были потом. Чтобы половина этих проклятий исчезла. Ведь Всевышний дает нам обещание. Это его сущностное желание. Он выбрал еврейский народ. Он создал этот мир. Он дал задачу еврейскому народу нести эту тору народа мира, а потом все вместе менять этот мир так, как хочет Всевышний. В нас есть сила, чтобы больше не произошло ничего плохого в мире. Человек, который это понимает и знает, что это зависит от каждого из нас. Не важно, какое мы там социальное положение занимаем. Это удивительно, что Бог в такую вот ответственность складывает в каждого из нас. Когда человек понимает, ощущает себя частью этого мира, когда он этот мир видит в его корне, в его гармонии, в его потенциале, это приносит человеку такое воодушевление, такое умиротворение, которое человек может потом передать другим. Но самое главное, заранее принять эти законы. И тогда не произойдет с тобой того плохого, что описано в этой главе. Но человеческий мир, и в частности человек, вот сейчас это такая эгоцентричная, скажем, идея у мира. Человек зациклен именно на себе, ну и на остальных социальных кругах. Но главное это я, потом как бы моя семья, родня, какая-то там общность людей, страна, и потом как бы весь мир. Но человек в основном смотрит только на себя, не понимая, что он влияет и на целый мир. Вот раньше, когда читали эти проклятия, как говорит Штензаль, что штец Торы очень быстро хотел их прочитать, а люди прям стояли и говорили, это не про нас, не про нас, пусть они падут там на штеца Торы, выглядит смешно, может быть не очень высокодуховно, но люди реально как бы этому верили, извлекали из этого какой-то урок. Сейчас, в данный момент, человек перестал отличать суть от формы. Человеку показывают что-то одно, он не думая это принимает, не пытается в этом разобраться. Но опять же ситуация Россия и Украина. Россия напала на Украину, прикрываясь какими-то вообще лживыми факторами, нацисты и так дальше. Ну ужас просто, вы понимаете? И этому верят, потому что видят форму, но не видят совершенно сути. И даже сама суть, человек может ее объяснить для себя, пользуясь своим разумом, разум может объяснить любое несоответствие. Взять и найти, придумать что-то и подстроить так, что человеку будет хорошо оправдать себя. Поэтому Всевышний говорит, в самом начале примите эти законы. Это самое первое, самое главное. Если тогда будет вот так, а если нет, будет вот так. Но потом он говорит, все равно будет по-моему. Все равно будет так, как я хочу. И все равно я не откажусь от еврейского народа. Это тоже доказательство для всех. Все должны понимать, что, пожалуйста, Тора дана еврейскому народу, народу священникам. И они несут эту Тору в мир. А народы мира должны взять эту Тору и потом изменять этот мир. Работать над ним. Сейчас еврейский народ не может без народов мира. А народы мира не могут без еврейского народа. И это сознание уже приходит. Есть такая интересная история, что один учитель, когда учил своих учеников, открывал какую-то такую большую книгу, заглядывал, смотрел в эту книгу. Ну, и все очень хотели посмотреть, что же в этой книге. Он всегда запрещал. Говорит, не дай Бог, не трогайте там это. Это очень важная книга. И когда этот учитель ушел, покинул этот мир, ну, ученики, когда все сделали, быстренько бросились к этой книге для того, чтобы посмотреть, что же там, какие секреты она несет. Открыли ее, пролистали, она была пуста. И только на заглавном листе, на первой странице, было написано, пожалуйста, научитесь отличать суть от формы. То, что видит человек, и то, что на самом деле происходит. И то, что хочет Всевышний. Поэтому, для того, чтобы так уметь, надо получить эти знания. Написано, если будете ходить по моим законам, по каким? Если мои заповеди, будете им следовать и исполнять их. Какие заповеди? А как их исполнять? Для этого надо получить эти инструменты. Тогда человек по-новому может взглянуть на этот мир. И Всевышний говорит, ну, как минимум, ты будешь счастлив, если ты будешь этим пользоваться. Вот просто как минимум. А как максимум, ты увидишь ту идею, которую Всевышний хочет передать. Ты увидишь тайну, которая будет тебе открывать этот мир. Эту глубину этой кабблы, того всего скрытого, что есть в этой торе. Поэтому выбор за нами. Если мы выберем законы Всевышнего, то будет тот ряд благословений, которые он дает. Прекрасных, красивых. И если человек, не дай Бог, не выполнит его закон, и не будет этого делать, то получим все то страшное, которое написано в нашей главе. То, что уже произошло, происходит. И не дай Бог, конечно, еще произойдет. Всевышний говорит, его интересует истина. Только лишь истина, которой он является. Не заменю я хорошее плохим, и наоборот, плохое я хорошим. Будет только лишь истина. Человек, который начинает, вот скажем, входить в Тору, понимать божественность этого мира, он изменяет всю свою суть. Он становится как частью мира, которая ощущает этот мир. Человек начинает любить жизнь, начинает любить других людей. Он по-другому к ним относится, по-другому относится к себе, к своей семье. У человека изменяется жизнь. Люди, которые изучают Тору, видят это. Мы видим чудеса, которые происходят с людьми. В начале благословений написано, что будете есть при старое. Это значит, все то, что вы накопили, все то, что есть хорошего, с ним ничего не произойдет. Оно будет только лишь улучшаться. Знаете, есть такое выражение, для того, чтобы вино было очень дорогое, очень ценимое, вкусное, его надо как бы выдержать годами, оно должно подвергнуться каким-то процессам, связанным со временем. Но для того, чтобы вино подверглось этой выдержке, оно изначально должно быть хорошим. Вы понимаете? Если оно изначально будет никаким, то совершенно ничего не получится. Человека отличает от вино то, что он может над собой работать. Человек может найти в себе вот эту точку, когда он начнет мыслить правильно. И потом потихонечку эта точка захватит все его естество. И человек поймет то, что он, его душа, она сюда послана Всевышним. В каждом из нас есть кусочек божественной души. Тот, кто это понимает, это чудо. И каждый человек является уникальным. В нашей главе здесь пишется о оценке людей. И нету ни одного человека, который не имеет своей оценки. И если мы посмотрим, здесь оценивается как бы группами, оценка равная. Потому что в каждом человеке божественная душа. Это безграничная, бесконечная частичка Бога, если можно так сказать. Поэтому эта глава показывает, не обращая на все то, что плохое есть в этом мире. Но понимая, что это плохое происходит только из-за нас, из-за наших каких-то действий. Мы должны включиться в этот процесс и выбрать, если будете ходить по моим законам и заповеди мои соблюдать и исполнять их. Тогда мы изменим все этот мир. И он будет прекрасным миром для жизни счастливых людей. Всем всего наилучшего. Спасибо, что слушаете. Если есть возможность, делитесь моим уроком. Я буду благодарен. Вопросы, пожалуйста, пишите комментарии. Я буду отвечать. Всем пока.